Девушки отдыхают Вы взяли не того человека, Холлэй Пропавшие Я никогда раньше не видела трупа Когда вы были здесь в последний раз, Пенни? Недель пять или шесть назад, я регулярно проверяю птиц Вы видели что-нибудь странное? Здесь было как всегда Нокер, помочь? Извините Нужно сделать отчет, нашли мертвого мальчика Помните Мэтью Брока, пропавшего подростка? Нашли в машине несколько месяцев назад Решили, что его убил маньяк Наверное, тот же убийца, возможно Паул Грегори Пэсмер, 15 лет Он сбежал из дома пять недель назад Тот же возраст, похожий психотип Возможно, тот же убийца Так Рос Билл убил Дэмиана Пирелли, Джемми Кенн и Мэтью Брок И он в заключении в Лонг Дэй уже несколько месяцев Фрэнк, возможно, что ты арестовал не того Убийца еще на свободе? Наверное Австралийская финансовая корпорация представляет Колин Фрилс Кэтрин МакКлемменс Джей Лагая Софи Хиткоут Брэд Партридж Аарон Джеффри Скотт Бёрджес Питер Бенсли Тони Скэнлон Билл Янг И другие Композитор Сонг Зу Оператор Ян Джонс Режиссер Крис Мартин Джонс Морская полиция Не может быть, чтобы это был не он Ты же видела, что мы нашли вещи Пирелли и Кенна в доме Билла Как ты думаешь, это был несчастный случай? Он убил их А эти тела? Очень похожие жертвы? У него есть напарник? Он одиночка Не уверен в этом У вас есть доказательства? Когда вы обыскивали дом Билла, нашли следы другого человека? Это мог быть кто-то, читавший все отчеты, может быть, даже бывший на слушании дела На слушании не раскрывали деталей Он видел фотографии с места преступления? Может быть, это полицейский участвовал в расследовании? Мы должны поговорить с Биллом, прежде чем он увидит новости Я хочу, чтобы вы с Фрэнком проверили приемных родителей Пола Песмара Если ты хочешь говорить с Биллом, я пойду с тобой Тебя назначили исполняющим обязанности начальника? Да, Кларк уволился А что с телом? Сообщи Я могу чем-нибудь помочь? Спасибо, пока не надо Молись, чтобы их больше не было Этот четвертый, а не пятый, шестой или седьмой Немезис, сообщение с яхтой около Бонди У них проблемы Двухмачтовое судно называется Минотавр Где они, сержант? Капитан не может сообщить точно координаты Очевидно, взяли лодку на прокат Сколько человек на борту? Мама, папа и ребенок Хорошо, идем Выйти в море через Хельс плавает впервые? Надо запретить идиотам выходить в море Есть такой закон, называется законом моря Мы знаем о вашем друге О ком? О напарнике, который помог совершить убийство Я никого не убивал Вы это знаете Зачем стучать в грудь, мистер Билл? Меня оправдают Вот увидите А потом я подам на вас в суд Не напрягайся Мистер Билл, если вас признают виновным То вы получите 15 или 20 лет Просто нечестно, если ваш партнер будет на свободе Пока вы сидите О ком вы говорите? У меня нет партнера Что, совершено еще одно убийство? Правильно? Я же говорил, вы взяли не того Здесь нет магнитофона, Рос Кто же он? Кто же он? Вы все дилетанты Мне надоело В следующий раз Захватите пирожное Привет Привет, Каролина Скрытие еще не закончено, но думаем, что это тот же убийца или убийцы Личность установили? Есть карточка Пола Песмара от Донтиста Это он Есть еще что-нибудь? Я проверила пропавших подростков, которые подходят по возрасту и описанию Гранд Стюарт, 14 лет, живет в том же районе, что и остальные Они могли бы быть братьями Да, он сын полицейского А следующая жертва? Он больной, Рэчел Он пропал в среду, психически неполноценен Умственный возраст 8 лет Его легко уговорить пойти с собой Он является пропавшим Это вне нашего расследования, Фрэнк Посмотри на него, Нокер Сколько 14-летних мальчиков пропадает в Хиддне каждую неделю? Около 40 Большинство возвращается Ты боишься проверить? У нас мертвый мальчик, Фрэнк Мы можем постучать в каждую дверь Возможно, так мы поймаем убийцу, но у нас не хватит на это людей Нокер, дай нам поговорить с его родителями Если Гранта Стюарта похитил тот же парень, мы можем найти новый след, не так ли? Слишком опасно было отпускать его одного Вы знаете, в каком он состоянии? Но я пожалел его Ему уже почти 15 Мы купили ему велосипед и защитный шлем Он хотел съездить за покупками Магазин здесь недалеко по дороге Я сказал ему, купи молоко Нигде не останавливайся, не слоняйся вокруг и возвращайся домой Я перекапывал сад Через час я начал волноваться и съездил в магазин Они сказали, что его там не было Вы думаете, он потерялся? Да Не там повернул и уезжал все дальше и дальше Что-то случилось с ним по дороге в магазин? Ничего с ним не случилось, Карл Я думаю, его кто-то похитил Никто его не похищал Вы говорили с соседями? Да, с каждым, конечно Люди видели его, но никто не помнит, куда он поехал Я вернулся домой Проверил кусты по дороге на Гринфилд У вас радикальная прическа? Благотворительно Некоторые из нас обрили себе головы Я собрал две тысячи долларов для детей, больных раком Ланси думать не хочет Но я боюсь, что наш мальчик уже мертв Вы ведь тоже так считаете? Я не могу больше ждать Он был так доволен, узнав об этом Поглядите на него Возьмите с собой Но я хочу, чтобы вы вернули ее Кто-нибудь имел влияние на Гранта? Я имею в виду продавцов, учителей, кого-нибудь, с кем он мог общаться Нет Он мог убежать из дома? Нет, он не мог даже шнурки завязать на ботинках Он был послушным ребенком Я имею в виду, вы когда-нибудь сердились на него? Вы думаете, мы его били? Ваш муж – большой и сильный мужчина Что если он? Вы считаете, что он мог убить собственного сына? Ланс любит его больше всего на свете Он и волосы на голове у него не тронулся Он даже не позволял мне шлюпнуть его А Грант мог быть настоящим хулиганом, если хотел Никаких следов В воде никого нет Харпи и Авендер говорят то же самое Летчики тоже ничего не заметили Вызовы еще были? Нет, связи не было Увидимся в следующую смену, Немезис Хорошо Может быть, они починили свой двигатель и уплыли домой? Думаю, их накрыла волна, и они утонули Человек за бортом! Сюда! Сюда! Давай, сынок! Все в порядке, успокой его! Давай! Тебе повезло, что мы тебя заметили Мы уже возвращались на базу Ты из Минотавра? Да Ты, наверное, Лаем? А где твои родители? Вы не нашли их? Черт! Нет еще Но обязательно найдем Почему мы возвращаемся на базу? Томми повредил руку Он поехал в госпиталь вместе с мальчиком А что случилось с яхтой? Набрала много воды, и когда они повернули назад, яхта потонула За несколько секунд мальчик сказал, что последнее, что он помнит, это родители, держащихся за борта А что с мальчиком? Фиона сказала, что он сильный, но потерял надежду на поиски А родители? Пока ничего Родители Лайма из Перса Они не знакомы с ориентирами Ты считаешь, они не знали этот район? Новый город, новая яхта, новый океан Немезис подобрал мальчика по дороге на базу, они в районе поиска, так что мы расширили зону поиска Поздно они уже умерли Ты прав Как погода? Сильный ветер и большие волны Похоже, послезавтра мы будем еще искать тела Вообще-то это работа инспекторов Расскажи мне об этом Красивое место Да, красивое Для могилы У тебя веселый взгляд на жизнь, Фрэнк Вы нашли что-нибудь? Пока нет Мы ничего не нашли Лагуна огромная, это займет несколько дней Дай мне знать, если что-нибудь найдете Ты первым узнаешь Как тебе это утро? Есть новости? Пока нет Наши лодки искали всю ночь Они снова вышли в море 40 минут назад Мы еще послали вертолет И сообщили всем кораблям Их так сложно найти Мы найдем их А что ты здесь делаешь? Люди из общественной службы говорили с тобой? Обо мне не надо заботиться Это их работа Я не хочу быть с ними Я просто убегу от них Я хочу принять участие в поисках Это невозможно Кто это сказал? Я Ты просто рулевой Кто здесь главный? Сержант Хокер Исполняющий обязанности командира патруля Лайем Периш Прошу в мой офис, мистер Периш Человек за бортом Это манекен Все равно Надо достать его Это чучело Ты в порядке? Я беспокоюсь о родителях Ну, конечно У отца что-то случилось с сердцем Мама испугалась Ты можешь рассказать нам что-нибудь полезное? Я всегда говорил, что Маори Самаон, если уж на то пошло Какая разница? Я хочу принять участие в поисках Боюсь, что это невозможно Это против У тебя есть друзья или родственники в Сидне? Нет, мы приехали за этой идиотской лодкой А есть кто-нибудь в Перси Кто мог бы прилететь за тобой? Я не ребенок Хорошо, я договорюсь, и ты останешься в отеле Вот моя визит Звони мне в любое время Я никуда не поеду Пока не найдутся мои родители Извините, шеф, с меня хватит Ты справишься Я оставляю вас на попечение Констебля Тавита, мистер Периш Морская полиция Расспросы соседей что-нибудь дали? Нет Плохо Парень, которого мы ищем, стал очень осторожным У него хороший учитель А я думал, что вы забросили идею, что у него есть соучастник Должен быть И он подробно рассказал, что ему делать И кто бы он ни был, он продолжает дело, пока Билл в тюрьме Лучше нам взять его, прежде чем он убьет шестого ребенка Я не думаю, что он покончил с пятым Ты думаешь, что Гранд Стюарт еще жив? А почему бы и нет? Давай подумаем об этом Может быть Это просто совпадение, что похитили неполноценного ребенка Но может быть похитили, потому что его легче удержать? Давайте представим себе, что этот парень в действительности не хочет убивать Ему просто нужна компания Ты начитал с отчета ФБР Нет, он прав Они убивают, чтобы оставить жертву себе Если ты прав, то нам надо искать какого-то знакомого Билла Давайте проверим его убогую жизнь, начиная с рождения Может быть, вытащим что-нибудь А что по поводу Колина Флифтфуда? Мы знаем, он совершил сексуальное нападение, когда был подростком И машина, которую он продал Биллу, в которой нашли Мэтью Брокер Он утверждал, что они не знакомы Может быть, он соврал? Может быть Я проверю его Посмотрю, не встречались ли они с Биллом раньше Сколько стоит нанять лодку? Зачем? Я сам буду искать их Так я буду уверен в том, что поиски идут Послушай, Лэйм, делается все возможное, только наши экипажи могут найти твоих родителей Если вы не найдете их в ближайшее время, то я позвоню адвокату, и он подаст на вас в суд за невыполнение долга Когда вы прекратите поиски? Никто не собирается прекращать поиски? Они в воде уже 24 часа Вы же не собираетесь искать их вечно Спасательный круг Сминотавра? Пока не знаю Солен? Ты слышала, Солен? Они бросили искать моих родителей Уверен, что нет Я слышал по радио Они ищут какую-то лодку под названием Солен Поиски не закончатся, пока не найдут твоих родителей Пусть Солен подождет Мы первые Шеф, исчезли еще пара яхт Очевидно, они столкнулись и затонули Мистер Парриш уже рассказал мне Все под контролем? Почти Пошли, Лайм Тебе нельзя здесь находиться Пойдем Этот Флитвуд обманщик Минутку, Дэвид Он провел три месяца в тюрьме за сексуальное домогательство Это мы знаем А вот то, чего вы не знаете Когда он вышел из тюрьмы, устроился на работу в телефонную компанию И там работал, разбил Кто тебе это сказал? Позвонил и доброжелателям Они действительно работают вместе? Может быть Я взяла их дела Давайте нанесем ему визит Детектив Джон Харрисон, мисс Флитфуд Мы бы хотели поговорить с вашим мужем Его нет Вы не знаете, где он? Я не знаю Он ушел рыбачить А вы не знаете, где его найти? У него особые места Он мне не говорит Я ненавижу рыбалку А когда он ушел? В среду В среду И вы не знаете, когда он вернется? Миссис Флитфуд Пропал мальчик Может быть, он останется жив, если мы немедленно найдем его Мама, кто там? Никто, милая Возьми маленького и иди в дом быстро Что вы прицепились к Колину? Вы и раньше преследовали его И все из-за шалости и молодости Он когда-нибудь рыбачил у лагуны Питтауна? Это одно из его мест? Я не знаю У него есть мобильный телефон? Нет Миссис Флитфуд Он когда-нибудь брал с собой подростков? Брал? Он брал с собой подростков на рыбалку? Вон отсюда! Морская полиция Сиднея Говорит Немезис Морская полиция Сиднея слушает Мы подобрали двоих возле Саус Хэтс Оба в хорошем состоянии С какого они судна? Саллиэн Хорошо, Немезис Ребята, проверьте завтра юго-восточный район Дэйв Он новый Теодор опросил всех соседей Гранта Стюарта Я собираюсь прийти К мисс Флитфуд с собаками Может, найдем ее мужа? Она не знает, где он Твой муж уходит, убивает подростка А ты и не догадываешься? Как бы она могла жить с ним, зная это? Мы не знаем как Мы только догадываемся К вам посетитель Отец Гранта Стюарта Заходите Констабель Стюарт Детектив Джон Харрисон Я полагаю, вы знакомы с детективами? Мой мальчик мертв Вы в этом не уверены? Вы нашли его велосипед Наверное, он мертв Пока это исчезновение Вы посадили не того человека Да, мы ошиблись Найдите его тело Найдите его убийцу Найдем Обещайте мне Я найду его Фрэнк, мы все вместе Если мы ошиблись Посадив Билла То это наша общая ошибка Живой или мертвый Грант Стюарт Где-то здесь Я хочу знать где Теодор вернулся Алиби Флитвуда По делу Мэттью Брока Испарилось Он говорил, что покупал Обувь в падчерице В обувном магазине Отметили продажу На два часа раньше Чем он сказал То есть у него было время Отвезти дочь назад И добраться в район Мэттью Брока А его жена подтвердила алиби Давайте навестим ее Если она солгала По поводу алиби Там могла солгать Что не знает где муж Еда на вынос Люблю тайскую еду Нас этим кормили В интернате? Зачем вы вышли в море Посреди учебы? Из-за здоровья папы Он хотел его поправить Продал свою долю Купил лодку Мы хотели Просто побыть друг с другом Звучит здорово Так и было Мой отец Третий адвокат в Перси Чуть не стал вторым Ты хочешь быть как он? Да Только я хочу быть первым Мои родители умерли Папа, блин Может быть Извините Это перец Я хотела спросить у вас Как ваша рука? Болит? Побаливает немного Но ничего Извините Я схожу Возьму колы Почему вы лжете? Я не лгу Мой муж купил ботинки в тот день Мы вместе ходили в магазин Вы были с ним все это время? Ну не каждую минуту Я выходила купить Теган форму И мы встретились за обедом Прошел час или два И все Где ваш муж? Я не знаю Не верю Клянусь Я думаю, знаете Вы знаете, где он был Нет Посмотрите на этого мальчика Его зовут Гранд Стюарт Ему 15 лет Но умственный возраст Его около 8 Мы думаем, что он с Колином Его с ним нет Может быть, он все еще жив Он не с Колином Она боится до потери рассудка Она и думать не хочет, кто ее муж Дочь у нее от первого брака Но мальчик от Колина Он может Может вырасти похожим на отца Все, что угодно Что он сказал Что можете вспомнить Все, что угодно Все, что угодно Я могу помочь вам Я могу помочь вам Я могу помочь вам Я хочу рассказать тебе историю Не перебивай меня, пожалуйста Просто послушай Пару лет назад Жил парень Работавший в телефонной компании На одном задании Он познакомился с молодым человеком По имени Колин Они стали друзьями Выяснилось, что у них есть общие интересы 15-летние мальчики Они говорили об этом Когда были одни Что бы они с ними сделали Они обсуждали детали Потому что это волновало их Потом, в силу некоторых причин Дружба затихла Может быть, потому что Старший понял Что Колин стал ему слишком близок Видишь ли У Старшего было немного друзей Он не доверял людям Как бы то ни было Через пару лет Старший окончательно решил Осуществить свою фантазию Он похитил и убил подростка По имени Демиан Пирелли Поднялся большой шум Молодой Колин Увидел это по телевизору Вместе со своей женой Он ведь женился Он довольно скоро понял Кто это сделал Потому как выглядела жертва И где это произошло Он начал подумывать о том А почему бы и ему Не сделать того же В общем, пока он раздумывал Старший похитил Джемми Кена Бедный Джемми Мы даже не нашли его тело Но рано или поздно найдем Итак, однажды Молодой Колин Похитил подростка По имени Мэтью Брок Он сделал с ним то же самое Что сделал бы Старший Они ведь обсуждали это Он угнал машину Старшего И спрятал там тело Он сам продал ему эту машину За несколько месяцев до этого Он предполагал, что Когда мы найдем машину с телом Мы найдем владельца И это послужит доказательством Что Старший убил Демиана Пирелли Так и произошло Старшего посадили за два убийства Которое он совершил И одно, которого не совершал Но видишь ли, он не предполагал Что тот не мог совершить Третьего убийства Так как находился под следствием Ты фантазируешь, Фрэнк У молодого Колина был хороший план За исключением одной детали Сделав это с Мэтью Броком Он не смог выкинуть это из головы Ты испытывал это, Росс? Это крутится и крутится в твоей голове До тех пор, пока Полностью не обладевает тобой И ты не сделаешь это снова Через пару месяцев Колин похитил еще одного мальчика Пола Песмара Но так как Старший сидел То все узнали, что есть второй убийца Теперь Колин хочет остановиться Но он не может В прошлую среду он похитил еще одного Возможно, он до сих пор держит его Может быть, мальчик еще жив Я хочу знать Было ли у старшего И молодого Колина место, где они веселились? Я не предлагаю тебе сделку Я не могу Но Ничто из сказанного тобой Не узнает в суде Даю слово Помоги мне спасти ему жизнь Это может помочь тебе С досрочным освобождением Фиона Посмотри Спасибо, Немейзос Понял Я же сказал, что они умерли Наша лодка нашла их Около Норс Хэтс Они были привязаны друг к другу Я устрою тебе консультацию, ладно? Консультация Это трудно? Вы отвезете их тела домой? Они хотели быть похороненными в Персии Не волнуйся Мы все устроим Я должен позвонить адвокату Можно воспользоваться вашим телефоном? Конечно Послушай, Лайм Ты должен ненадолго остаться в городе Если тебе что-нибудь понадобится Не стесняйся, звони Вот мой домашний телефон Звони Где ты был? Мы получили для тебя записку Описывается хижина возле национального парка Кто? Он не сказал Сказал старший Ты поймешь Это Билл Он сказал нам, где прячется Флитфуд Билл? Что происходит? Мы должны отправиться туда немедленно Мы можем достать вертолет Он смеется над тобой Это единственный шанс найти Гранта Стюарта Хорошо Полицейский вертолет может довезти нас туда Там перед этими домами национальный парк У него может быть лагерь на краю парка Я думаю, что он рядом с рекой Вот здесь Идите по тропинке Вот так Послушайте меня, дело вот в чем Мы пойдем пешком Каждая команда по своей тропе Мы ищем лагерь, может быть, хижину Возможно машину Тойота Номер QMP-119 Никому не приближаться к подозреваемому Мы предполагаем, что он может иметь заложника Вооружен и очень опасен Ваша задача только обнаружить его и ждать группу поддержки Вопросы есть? Хорошо Вперед Следы шины Вседорожник, да? Похоже Да След свежий Это мог быть кто-то другой Ты не чувствуешь запах? Только твой Нет, дым Я чувствую запах дыма Это дым Пойдем туда Это здесь А где Флитфуд? Грант может быть внутри Если он не выкинул его в реку Может быть, он делает это сейчас Голдштейн Харрисон Харрисон Мы нашли лагерь, но здесь нет Флитфуда Где вы? Подожди Пойдем туда Субтитры O Kathleen Голд miscon Фан Гаврин, я пошел. Подожди, Франк. Полиция, не двигаться. Руки за голову, быстро, быстро на пол. На пол. Руки за спину. Он жив? Снотворное. Заткнись. Проверь пульс. Он жив. Они нашли Гранта Стюарта. Он жив. Господи, сколько же ему пришлось пережить. Главное, что он жив. Да. Мертвые не выздоравливают. Спасибо. Я бы не смог сам остановиться. Что он делал, когда ты вошел? Он мыл мальчику лицо. Я думал, что он готовит его к погребению. Я рад, что послушал тебя, Франк. Даже зная, что ты мои слова проигнорировал. Я? 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 Ладно, пошли. Производство Саузен Стар Интертаймент и Найн Нетворк, Австралия, 1996 год. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА